Сегодня в Сирии потерпел крушение российский Су-24, участвующий в операции против боевиков, запрещенной в России и ряде других стран группировки «Исламское государство». Как сообщили в Минобороны, по предварительным данным, оба пилота катапультировались, их судьба пока неизвестна. Власти Турции заявили, что российский самолет был сбит турецкими истребителями якобы за нарушение воздушного пространства страны. Однако в нашем Министерстве обороны подчеркивают, Су-24 находился над территорией Сирии. Воздушного пространства Турции не нарушал, и это зафиксировано объективными средствами контроля. В ведомстве также напомнили, что Москва неоднократно подчеркивала необходимость координации действий всех сторон, участвующих в операции против террористов в Сирии. И у нас готовы к эфиру заявления Владимира Путина по поводу сбитого в Сирии Су-24. Сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину пособники террористов. По-другому я не могу квалифицировать то, что сегодня случилось. Наш самолет был сбит над территорией Сирии. Ракеты воздух-воздух с турецкого самолета F-16. Упал на территорию Сирии в четырех километрах от границы с Турцией. Находился в воздухе, когда на него была совершена атака на высоте 6 тысяч метров на удаление одного километра от турецкой территории. В любом случае наши летчики и наш самолет никак не угрожали Турецкой Республике. Это очевидная вещь. Они проводили операции по борьбе с ИГИЛ. В северной Латакии, это горная часть. Где сосредоточены боевики, в основном выходцы из Российской Федерации. И в этом смысле они выполняли свою прямую задачу превентивных ударов по террористам, которые в любую секунду, в любое время могли вернуться в Россию. И это, конечно, люди, которых напрямую необходимо относить к международным террористам.